Трудник Николай весь световой день проводит в монастыре, занимается проводкой в надворном храме. Сейчас он не переживает за свою жизнь и уверен в завтрашнем дне. Но еще несколько дней назад он с женой и ребенком бежал из Кировоградской области Украины в поисках убежища. Там действительно идет информационная такая война против России. Там любое телевидение, любую газету в руки взять, там все против России, что Россия объявила войну братскому народу. Простой народ, многие народ действительно накручены, очень легко восстают против России, потому что говорят, что этой России надо, что она лезет к нам. Вот, понимаете, их очень легко обманывают, очень легко, потому что любую газету взять, любое телевидение там показывает все против России. Николай рассказывает, телевидение не передает и десятой части ужасов, которые происходят в его родной стране. Убивают, получается, свой народ убивают. Вот, смотрите, мы когда, перед тем, как уже выехали перед бомбежками, по нашему городу, вот мы в центре живем, уже возили снаряды и технику, всю технику стаскивали на восток. Значит, военкоматы работали без выходных, даже субботу-воскресенье. Националисты, рассказывает Николай, выступают против русского языка. От военных действий страдает и религия. Киевский патриарх Филарет выступает против московского патриархата. Им одно слово «московское» – это уже все, для них это все. Московский патриархат – это враги. Все, только одно слово «московское» – это уже для них враги. Националисты очень его поддерживают, потому что он всю службу перевел на украинский язык. Хотя церковный язык – это славянский, его нельзя менять, потому что это учители славянские, Кирилл и Мефодий, принесли нам, перевели службы на славянский язык, и церковный язык есть славянский, он не меняется. На этом языке славянском ни одного нету хульного слова. Происходящее на Украине Николай называют фашизмом. Его с семьей едва выпустили из страны, и все младые мужчины там – потенциальные солдаты. Когда заставляют идти убивать свой народ, убивать женщин, детей, и говорят, если не пойдете 10 лет в тюрьмы, то, безусловно, здесь надо делать выбор. Свой выбор Николай сделал, оставив в родной стране дом, работу, друзей. Смотреть на происходящее больше не было сил. Безусловно, там все под наркотой. Безусловно, потому что и на Майдане все это совершалось под наркотой, в пищу добавляли наркоту. Безусловно, и там без наркоты это не обойдется. Потому что здравомыслящему человеку он не сможет выдержать психически, стрелять в женщин, детей невинных, бомбить, взрывать, когда взрываются, и свой народ. В Лежневском районе Ивановской области Николаю с семьей священнослужители помогли с жильем и работой. Но проблемы все еще возникают. Николай называет свой статус недобеженцем. Мы приехали, у нас сейчас сложности, например, обратиться в больницу. У нас нет полиса, и поэтому очень трудно. Есть такие трудности. Потом с официальной работой тоже трудности. Хорошо, что, слава богу, батюшки помогают нам и финансово, и всячески поддерживают. И также из квартиры, с жильем практически совсем. Поэтому трудности есть. Здесь нам тоже дали понять, что надо надеяться на свои силы. Возвращаться в родную страну Николай не планирует, будет искать работу в нашем регионе. Лаврентий Черниевский говорил, что если Украина соединится от России, она пропадет. Потому что, говорит, Украина, Россия и Белоруссия – это как Святая Троица, ее нельзя разделять. Поэтому власти хотят Украину, конечно, оторвать от России, отделиться. Прогнозов, что будет происходить на Украине, Николай не делает. Но, как истинно религиозный человек, причины событий ищет в вере. Почему вы удивляетесь? Эта война, говорит, идет еще много-много лет, тысячелетия идет. Идет война между злом и добром, между Богом и дьяволом. Поэтому, смотрите, почему так ненавистна Россия? Потому что она самое большее сохранило православие, она служит Богу. А взять Запад, там православие крохи, а там все секты, всякие расколы, все на Западе. Все, вся нечисть на Западе. Поэтому им ненавистна Россия. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.